Глава 9. Ассистенция Весь Стейлбридж и профессор Биккер лично ожидали гостей из Контерлота. На этот раз не принцесс и даже неофициальных проверяющих, вроде Краулинг Шейда, который раз 15 под разными предлогами переносил свой визит. Ждали группу музыкантов. Но все равно глава научного центра изрядно нервничала. Оркестранты и деятели культуры всегда отличались с требовательностью к условиям проживания, умениям повара и достаточному количеству льстивых речей. А Биккер, как назло, пару дней назад уволила ассистента, который разбирался в этих вещах. Уволила по вполне веской причине. Он был порядочным лентяем и, в свою очередь, совершенно не разбирался в специфике деятельности научного центра. Теперь приходилось рассчитывать только на свои знания, а также на давнее знакомство с одним из музыкантов. И на пару других, менее толковых и более исполнительных помощников. Так что сидящая в своем кабинете Биккер пребывала отнюдь не в приподнятом настроении и была готова схватиться за любую возможность хоть как-то выкрутиться из сложившейся ситуации. Именно в тот момент, когда она в очередной раз пыталась вспомнить, все ли готово к приезду гостей, в дверь ее кабинета постучали. — Да! — крикнула Биккер и подняла голову от бумаг. В щели приоткрывшейся двери она увидела едва заметный за густой белой челкой глаз и половину светло-розовой мордочки, определенно не принадлежащей никому из сотрудников Стейлбиджа. Раздавшийся тихий голос также был ей незнаком. — Добрый день. Я по объявлению. По поводу работы с секретарем-ассистентом. — Новенький. — тихо обрадовалась Биккер и тут же нахмурилась. — Или новенькая. Зайдите мне по голосу, непонятно. Гость робко прошел в кабинет. Стало видно, что это все-таки жеребец, но почему-то подстриженный под существо не пойми какого пола. Цветастый жакет определенности тоже не добавлял. У Биккер появилось острое желание выставить это за дверь и велеть не возвращаться без внешнего вида, соответствующего статусу соискателя должности сотрудника научного центра, то есть поступить так, как с ней самой неоднократно поступали в школе. Но чисто чтобы соответствовать должности, она решила дать гостю высказаться. — Итак, я слушаю. — принесла она, сняв очки и закрыв глаза. — Меня зовут Флиттинг Крэш. С бьючего представился единорог. Я буквально этим летом закончил обучение в филодельфийском экономическом техникуме. Я умею оперировать долевыми процентными показателями, заполнять бланки, составлять письма, формировать расписание и эти, как их, отчеты. — Да, спектр умений выпускников Фил Эктеха я представляю, — оборвала его Биккер. — Вы десятый выпускник, который топчется у моего порога. Предыдущие девять надолго не задержались. — Посему мне интересно, как вы оцениваете свои шансы? — Биккер проводила типичное собеседование для нового ассистента. Не надо было быть особо умным, чтобы его пройти. Соискателю всего лишь нужно было давать ответы, которых от него ждал потенциальный работодатель. Именно в этом и крылась невидимая для Биккер проблема — отсутствие постоянного административного ресурса. Работы удостаивались самые много о себе мнившие, болтливые, хвастливые и склонные к подхалимству. Далее они, как правило, столкнувшись с жестокими условиями работы в Стейлбридже, допускали грубую ошибку и выставлялись вон. Самородки же, вроде Редфилда, встречались реже, чем Маликорна за пределами Контерлота. У этого конкретного единорога, судя по его ответам, не было шансов быть принятым даже на испытательный срок. «Ну, я получил очень хорошие оценки», — мемлил Крэш. «У меня рекомендательное письмо от моего декана есть, а он о вас очень хорошо отзывался». «Так, юноша», — потирая бровь, произнесла руководитель Стейлбриджа. «Вы имеете опыт работы секретарем-ассистентом?» «Не совсем. Я еще нигде не устраивался». Бикер надела очки. «Просто чтобы получше разглядеть этого флиттинг Крэша и больше не пускать его в кабинет вообще». По крайней мере до того момента, когда единорог соберет пачку резюме с предыдущих мест работы толщиной с ее копыта и получит хвалебное письмо за подписью Краулинг Шейда или кого-то еще ранком выше. Пока что, несмотря на испытываемое легкое сожалению, Бикер твердо собирался указать вчерашнему выпускнику экономического техникума на дверь. «Я вам советую найти научный центр меньшего масштаба и попробовать свои силы там», — резюмировал Бикер. «У меня здесь слишком серьезный объем работ. Вам не хватит опыта, чтобы с ним справиться». «Ну дайте хотя бы шанс», — попросил сомнительного вида жеребец. На секунду в голове Бикер возникла мысль оставить этого просителя хотя бы на день, но она вовремя вспомнила о введенных ею кадровых стандартах. «Тем более, что и более грамотные ассистенты со своих мест вылетали не в первый день, а в первый час работы». «Уверена. Многие библиотеки, склады и школы возьмут к себе выпускника Фил Эктеха». Постаралась она прибодрить не сводящего с нее умаляющего взгляда Крыша. «Но в Стейлбридже сейчас такое не требуется. Можете быть свободны». Единорог вздохнул, прижал уши, опустил голову и медленным шагом покинул кабинет. У профессора Бикер это представление вызвало лишь снисходительную улыбку. «Хороший парнишка, но не для моей бригады», — подумала она. На столе тихо щелкнул интерком. «Профессор Бикер, это пропускной пункт», — раздался голос охранника. «Гость из контрлота на подъезде». «Выхожу встречать», — ответила Бикер и переключила связь на другое помещение. «Квиктайп, Рэдфилд», — вызвала она работающих в Стейлбридже секретарей ассистентов. «Через две минуты вам полагается быть у ворот Стейлбриджа. Официальная делегация. И только попробуйте в этот раз что-нибудь забыть». Бикер проверила на все ли пуговицы застегнутой ее одежды, после чего, подхватив магии ключ от кабинета, вышла из-за стола. В зеленом зале ее ожидала вторая незапланированная встреча с Литин Крэшем, который, похоже, не торопился уходить искать работу в других краях. Профессор чуть не налетел на него, когда вышла из кабинета. «Да что?» — отшатнулась она. «Если вы не поняли, уважаемый, то я вас не собираюсь брать ассистентом». «Это я понял», — смущенно произнес единорог и зачем-то подошел ближе. «Совсем не собираетесь», — переспросил он, беззаботно смотря в сузившиеся от злости глаза главы Стейлбриджа. «Совсем!» — рявкнула она, сделав глубокий вдох. Новичок был в разы хуже, чем любой предыдущий кандидат на должность. Кажется, он не понимал, как надо спокойно принимать отказы. А может и понимал, просто использовал иную стратегию трудоустройства. Биккер бросил на флитинг крэша косой заинтересованный взгляд. Может, она его недооценивает? Может, его напористости можно будет найти достойное применение? Потом, после приема гостей, надо будет над этим подумать. Вдруг из этой противоречивой личности выйдет хоть какой-то толк? «А вы случаем и в музыке не разбираетесь?» — просто так для вида спросила Биккер. «А то как же?» Сразу в нескольких музыкальных направлениях. В техниками был в составе студенческой фольклорной группы. Об этом единорог хвастался куда увереннее, чем о достижениях в учебе. Биккер встряхнула головой, взвешивая положительные и отрицательные стороны, вырисовывавшегося у нее в голове плана. «Так, идите за мной», — распорядилась она. «Говорите, только если я прямо задам вам какой-то вопрос. В остальное время молчите и вообще не напоминайте о своем существовании. Я пока не обещаю вам должность секретаря-ассистента. Так что придержите восторженные вопли». Биккер покинула зеленый зал и по лестнице двинулась к выходу из здания подковы. Судя по цокунью копыт, флиттинг Крэш пытался крадучий следовать за ней. Руководитель стейлбриджи еще раз вздохнула. Это как-то шло вразрез с ее правилами, но она хотела дать этому единорогу шанс. Один-единственный. И только потому, что ситуация была близка к кризисной. «Октавия, как же приятно видеть тебя и твою банду у нас с Тейлбриджи!» — поприветствовала Биккер серую пони с длинной черной, аккуратно уложенной гривой. Банде, конечно, тоже досталось пара слов приветствий, но больше всего профессор хотела поговорить со своей школьной подругой, пути с которой разошлись и практически не пересекались с момента, как одна пони решила заниматься музыкой, а вторую отец приучил к науке. «Вы так подробно объяснили в сообщении, что и зачем просите, что трое из нас четверых без колебаний проголосовали за поездку», — улыбнулась Октавия Мелоди. «Конечно, вести большой багаж с инструментами через вас Пегасус было тяжело, но, наверное, не тяжелее, чем вам сооружать сцену, подходящую под наши пожелания». Она оглядела массивное строение, выросшее на внешнем испытательном полигоне. Внутри научного центра разместить затребованную музыкантами сцену просто не получилось бы, а размещение по открытым небам позволяло музыкантам дать своеобразный концерт для инструментов с вечерним ветром. Сотрудники Стейлбриджа, как любители музыки и пони, параллельно участвующие в эксперименте по выявлению влияния классической музыки на разум, были только за организацию этого мероприятия. «У нас есть мастера, а ваши пожелания были такими детальными, что я сейчас переживаю буквально заодно». Биткер немного помолчала и призналась. «Наши гостевые апартаменты могут показаться вам беднее, Контерловских». «Хм! То, что мы выступаем перед высшим сословием, не означает, что мы живем как высшее сословие», пояснил фиолетовый жеребец, наблюдавший за выгрузкой своей арфы. «Ну да, мы повидали не самые радужные места для ночлега». С неохотой согласилась Октавия. В те времена, например, когда я выбирала между виолончелью и скрипкой, а кто-то из ребят подрабатывал, развозя помидоры. «Да, было дело», — признал третий музыкант, проверявший звучание стейлбриджского пианино. Инструмент, прежде не бывавший в копытах профессионала, показывал неважную музыкальную палитру, чем светло-коричневый жеребец с черной и белой нотами на метке был явно недоволен. «Есть у вас умельцы, способные помочь мне его наладить?» «Найдем», — незамедлительно ответила Бикер. Редфилд, получив малозаметный условный сигнал, развернулся и помчался во весь опор к комплексу научного центра. Второй секретарь был отправлен с ответственным поручением еще раньше, когда выяснилось, что гостям необходимо обустроить в гостевом доме два одноместных и один двухместный номера, а не четыре одноместных. Причем именно этот ассистент, именно этот пункт списка пожеланий, присланных музыкантам, и просмотрел. Теперь, когда он закончит работу по обустройству двухместного помещения, он был обязан явиться к Бикеру для получения какого-то там по счету нагоняя. С профессором остался только неназначенный помощник флиттинг-крэш, переминавшийся с ноги на ногу. Наконец он дерзнул помочь, вызвавшись перетащить виолончель Октавии. Но его магия оказалась недостаточной для такого тяжелого предмета в футляре по размеру превосходившего самого единорога, и Ноша, издав печальное бум, грохнулась на траву. Первым желанием профессора Бикер было вырыть себе нору и спрятаться там от этого позорища. Вторым было съездить флиттинг-крэшу по физиономии. Но, будучи начальником Стейлбриджа, она не стала делать ни того, ни другого. Только еще раз сделала глубокий успокаивающий вдох. «Да что же вы делаете-то?» фыркнула она, подключая к делу свою желто-оранжевую магию. Октавия подошла к притихшему и напуганному молодому единорогу. «Ладно, бывает», — ласково улыбнулась она. «Однажды после выездной гастроли мне инструмент пришлось по кусочкам собирать. Настолько хорошо о нем позаботились». «Я такого в своем научном центре не допущу», — заверила Бикер. Она положила футляр в пристроенную к стене кладовку, ключи от которой были только у нее и старшего лаборанта Скоупрейджа, и повернулась к выпускнику филе-дельфийского техникума. «Так кривокопытный вы мой!» «Раз вы тяжести таскать неспособны, то сбегайте к коменданту гостевого дома. Вон ее окно на первом этаже, а номер кабинета — 102. Зовут ее Сторфрифт. Передайте ей, чтобы проверила и перепроверила всю еду, все цветы конфеты, все медикаменты, которые полагаются нашим гостям, чтобы все соответствовало упаковке и было готово к употреблению». Флиттинг Крэш радостным галопом поспешил выполнять первое серьезное поручение. Октавия с любопытством и насторожностью посмотрела на школьную подругу. «У нас уже был один неприятный случай с гостевшими пегасами», — пояснила Бикер. «Так что теперь по несколько раз перепроверяю все. Даже то, что изначально не способно навредить». Вскоре после рассвета следующего дня Флиттинг Крэш снова оказался в кабинете профессора Бикер. На этот раз его ждали более приятные новости. «Ладно, сударь», — произнесла глава Стейлбриджа, бегло просматривая аттестаты, наградные грамоты и дипломы потенциального сотрудника. «Вам будет дана пара дней, чтобы доказать свою полезность и готовность работать в местных тяжелых условиях. Я крупных просчетов не прощаю, поэтому у меня секретари меняются быстрее, чем чернила в чернильнице». «Я понимаю», — ответил единорог. Бикер для первого раза простила ему нарушение правила «Сейчас рот открывает только начальство». Но наградила сердитым взглядом поверх очков. «Так, сейчас отправитесь к Крэшу». «К нашим звездным гостям и пожелаете им доброго утра». Выслушайте и запишите все их пожелания. Все, что касается завтрака, отнесете в столовую Дэнти Рану лично в копыта. Все просьбы, касающиеся вечернего концерта, передадите доктору Везерглас или ее помощнику Скоупрейджу. Насчет малейших жалоб на здоровье известите медицинский департамент профессора Соубанс или ее замадрессер Шкьюр. «Но только после связи со мной. Если гости захотят увидеть меня лично, сообщите через интерком. Все поняли, родной мой?» «Да, конечно», — писнул Флиттин Крэш. Бикер посмотрела, как ее новый сотрудник скрывается за дверью. Было в нем что-то приятное, что-то располагающее к себе. И хотелось не просто дать ему постоянную работу, хотелось видеть его почаще, чтобы почаще смотреть на его улыбку, на белые локоны. Глава Стейлберджа тряхнула головой и залпом выпила полкружки утреннего кофе. Ее мысли ушли куда-то слишком далеко в личную сторону, хотя должны были оценивать работоспособность, исполнительность и толковость светло-розового единорога. Точнее, его неопытность, постоянные попытки оказать поддержку в моменты, когда этого не требовалось, его немного дырявую память и пачку документов, по которым выходило, что он тихоний отличник, не готовый к трудностям настоящей жизни. А ведь он такой беспомощный, нуждающийся в поддержке и наставлениях. И так хотелось окружить его заботой, с пониманием относиться ко всем его проблемам, обнять его покрепче в утешении. — Чтоб тебя! Беккер снова одернула себя и попыталась выбросить всяких флитинг-крэши из головы. — Цифры! — Займусь цифрами! — приказала себе единорушка, разворачивая очередную прислунную на подпись «Отчетность из бухгалтерии». Смычок виртуозно скользил по струнам, рождая мелодичные звуки, сливающиеся с протяжной поступью пианино, металлическим дыханием трубы и воздушным звоном нитей арфы. Кажется, даже трава, даже деревья на ближайшей опушке старались не упустить ни одного перехода в этой симфонии, старались понять и почувствовать все, что пытались передать тембры и ноты. Доктор Везерглаз следил за творящейся на сцене магии музыки одним ухом. Во-первых, второе у нее все равно не работало в полную силу. Во-вторых, она была занята изучением показаний контрольных приборов, поступающих по змеящимся в траве проводам на ее пульт, немного смахивающий на диджейский. Она выбрала 12 случайных пони и теперь регистрировала их сердцебиение, температуру, частоту дыхания и ряд других параметров. Специальные артефакты также ловили уровень мыслительной и эмоциональной активности. Тихой вечерней тенью за спиной Везерглаз зашел черный единорог с коричнево-белой гривой. «Что у нас по приборам?» поинтересовался он под звуки виолончели, взявший сольную партию. «Да странное что-то», призналась Везерглаз, не отрываясь от пульта. «Те, кто сидит ближе к нам, демонстрируют схожие показания, вполне соответствующие расчетами, а вот те, кто подальше, выдают какие-то аномалии. Не все, но некоторые. Вот видишь, еле заметные подъемы линий. Может, провода не в порядке, сигнал нечеткий?» «Не-е-е, я больше склоняюсь к варианту, что тут добавляется какой-то другой внешний раздражитель». Задумчиво проговорил и Везерглаз, изучая показания дальней группы. «Сквозняка же с той стороны нет, случайно?» Скоупрейдж поднял голову и окинул взглядом сначала окрашенное закатным заремом безоблачное небо, затем неподвижный из-за полного безветря лес. Потом приглядился к рядам погруженных в музыку пони, тихо хохотнул и поделился своей версией. «Ну, неудивительно, что у них нервы сами того, и гляди, как струны зазвенят. Там же профессор Бикер со своим выводком ассистентов. Рядом с ней какие могут быть нормальные показатели?» «Кстати, а что это там за новая морда в первом ряду?» «Я этого молодца вчера не видел!» «Пополнение», ответил Везерглаз, глядя в сторону сцены. «Очередная попытка найти умного носителя кофе. Вообще-то, милый парнишка. Симпатичный. Красивее меня?» Ехидный поинтересовался с Коупрейдж. «Намного!» Рассерженно фыркнул Везерглаз. «От вас, кроме шуток и извительных, ничего не дождешься». Он тихий, скромный, но как улыбнется, радостно становится. Последовал настолько исполненный романтического томления вздох, что черный единорог в недоумение уставился на начальницу. В это время в рядах слушателей профессор Бикер изучала траву возле своих передних копыт и боролась с сильными и столь же необъяснимыми порывами. Весь день она старалась держать флитинг Крэша на расстоянии, отдавая ему распоряжение по внутренней связи, принимая от него документы через третьи копыта, отправляя его в медицинские, научные и прочие комплексы и все равно не могла выкинуть молодого жеребца из головы с его странной гривой, которую хотелось пригладить или расчесать, нелепой одеждой, которая казалась на его фигуре такой модной. Бикер сняла бы с ассистента этот пестрый матерчатый кошмар, но лишь для воплощения мыслей, которые она пыталась прогнать, яростно кусая губу. Таких желаний и таких эмоций профессор за собой не помнила. Даже подростковая влюбленность, когда она пыталась найти себе очень особенного пони, не приводила к таким результатам, хотя симпатичных жеребцов она повстречала немало. Но только этот одним своим видом выбивал ее из колеи здравомыслия и заставлял потеть даже холодным вечером. Глава Стейлберджа, перебрав все отвлекающие мысли, поспешила отойти от сцены, с которой лилась красивая мелодия, оставив своих ассистентов на месте. Она искала тихое местечко для размышлений, искала совета у кого-то понимающего. Никого дальше от концерта и понятливее доктора Вызерглаз она не нашла. Все нормально, пока никаких серьезных накладок, отрапортовала малиновая пони, предположив, что именно этот вопрос интересует начальство. Скопридж, вернитесь на свое место. Тихо попросила Бикер. Она проследила, чтобы единорог отошел на достаточное расстояние, чтобы не услышать ни единого слова из предстоящей личной секретной беседы. Вызерглаз. Мы можем поговорить с вами об отношениях? Доктор копытом поставил на место свою нижнюю челюсть. Вам сейчас повезло, что я не пила ничего, произнесла она. Не то фонтан бы залил всю аппаратуру. Да, я понимаю, что это неожиданная тема, признала Бикер. Наверное, это все из-за музыки. Она такая приятная, медленная, настраивает на определенные чувства. А мой новый ассистент, он такой пони, довольно-таки привлекательный, подсказала Вызерглаз, глядя на фигурку светло-розового единорога с белой гривой. Да, есть такое слово, согласился Бикер, также пристально глядя на своего нового личного ассистента. В какой-то степени он мне даже нравится, задумчиво проговорил Вызерглаз. Если у него нет подруги, думаю, приглашу его пропустить пару коктейлей. Так, доктор, поосторожнее, предостерегла Бикер. То, что вы планируете, между прочим, противоречит отдельным пунктам устава нашего научного центра. Отношения между сотрудниками «Вещь довольно проблемная, они должны быть одобрены...» «Вот только вы, видимо, решили, как обходить эти проблемы!» Неожиданно повысила голос Везерглаз. Две кобылки принялись сверлить друг друга одинаково пылающими взглядами. «Возможно...» «Захочу и сниму его с должности. Решу все проблемы!» — прищурил Сбикер. В вечернем воздухе прозвучал последний аккорд. Контерлотская группа вышла на поклон. Часть публики отправилась дарить им цветы и выражать свою благодарность. Но немало кобылок нашли себе иной объект внимания. Они крутились вокруг флиттинг-крэша, медленно пятившегося от буквально наседавших на него пони со странным блеском в глазах. «Добрый день!» «А как тебя зовут?» — интересовалась одна. «Я тебя раньше не видела!» «Ты давно здесь?» — спрашивал ее коллега. Отступавший единорог внезапно уперся в преграду из заместителя начальника медицинского департамента. «Насколько я помню, вы сегодня были в моем офисе», — мягко принесла дрессершкьюр. «И вы забыли там карандаш. Не хотите за ним зайти?» «Эй! Ну-ка прекратите досаждать моему помощнику!» — прикрыкнул на них через все поле профессор Биккер. Не теряя времени, она быстрым шагом направилась к компании ученых пони, чтобы утвердить свое главенство. «Он прежде всего мой помощник! Мой!» «Вы что, на нем подпись успели поставить?» — с ясным вызовом спросила шагавшая рядом Везерглаз. «А вы не могли бы отойти?» — жалобно пищал, взятый в плотное кольцо Флиттинг Крэш. «Вы меня смущаете! Ой, не надо!» — вздрогнул он, когда одна из ученых пони попыталась лизнуть его щеку. Внезапно молодого единорога окутало темное сияние, и он с громким хлопком растворился в воздухе. «Флиттинг Крэш» обнаружил себя в темном и тесном помещении, где пахло свежими досками и то ли лаком, то ли краской. Его глаза не успели привыкнуть к темноте, как щелкнул отпираемый замок, приоткрылась оказавшаяся со всеми рядом дверь и в кладовку всунулась черная морда. «Ты живой тут?» — осведомился Скоупридж. «Да», — писнул единорог. «Отлично». Старший лаборант быстро зашел в кладовку и затворил с собой дверь. «А теперь рассказывай, почему на тебя кидаются все кобылы с Тейлбриджа?» «Я не знаю», — начал было Крэш, но Скоупридж перебил его. «Врешь, знаешь». «Или мне их позвать для упрощения разговора?» «Не-не-не-не!» Махая в темноте копытами, флиттинг Крэш едва не заехал собеседнику в глаз. «Это все, наверное, из-за этой штуки». «Он вытащил из кармана разноцветного жакета полупустой пузырек». «Ну-ка, посвети», — попросил Скоупридж. Секретарь-ассистент послушно использовал световое заклятие. «Что у нас тут плещется?» «Я так боялся, что меня не возьмут на работу, что решил немного увеличить шансы», — пустился в объяснение флиттинг Крэш. «Чем больше он рассказывал, тем тяжелее становился взгляд Скоуприджа. Я смешал пару любовных зелий, но я их разбавил, выпарил, довел до состояния аэрозоля. Меньшая консистенция, как мне говорили, должна была ослабить эффект и просто создавать у встречных кобыл симпатию, легкий интерес, желание видеть меня почаще. Я не ожидал, что будет так нехорошо». «Вот ты, баран, приморогий», — топнул копытом Скоупридж. «Ты так не уменьшил эффект, просто отсрочил его проявление. Неужели тебе никто не объяснил, что нельзя играться с чужими чувствами? Ну, намутил ты, ассистент, консистенцию. Теперь тебе покоя не дадут, пока эта дрянь не выветрится». «Она стойкая», — разочарованно вздохнул флитинг крэш. «И что ты прикажешь с тобой делать?» «Тут тебя отыщут минут через десять». Скоупридж осмотрел закуток и сокрушенно помотал гривой. «Обстановка тут? Именно что располагает к тесному общению. Да. Надо тебя отсюда вывезти и переправить в ЛК-9. Там установлен обеззараживающий душ. Он и не такие химикаты смывает бесследно. Но целым ты туда не добежишь. Как же мне тебя спрятать?» «Перемести, как минуту назад». «Умный, да?» Бросил на него злой взгляд Скоупридж. «У меня первое твое спасение с трудом получилось. На пределе возможностей». «А тут расстояние раз в десять больше». Флитинг крэш начал нервно топтаться на месте. «Что же делать? Что же делать? Что будет, если меня поймают?» Скоупридж же передернуло от картинки, которую выдало его извращенное воображение. «Поверь, лучше не выяснять», произнес он, повторно осматривая кладовку и все предметы в ней. «О, повезло мне, что ты такой мелкий». Он вытащил из плохо освещенного угла футляр от виолончели. «Я не мелкий», попытался обидеться Флитинг крэш. «Для своего возраста и по меркам моей семьи я вполне нормальный». Скоупридж бросил ее в сторону сердитый взгляд. «Захлопни варежку и залезай внутрь». Ультимативно велел он. «И даже не дыши». Скоупридж спустился по лестнице в помещение второго лабораторного комплекса и поставил предмет, который нес при помощи магии на ближайшую ровную поверхность. За дальним столом Вызорглаз привлеченная шумом подняла голову. «Ну и какой там приговор нашего бояшки?» «Выгнала его Бикер?» «Естественно», кинул Скоупридж. «Как только прояснили все детали, она сразу на мелкого накинулась». Единорог почесал макушку. «В плохом смысле, конечно». «Крепкие слова, в общем, использовала». «Но что интересно, в резюме никаких записей не сделала». «Отпустила искать другую работу, будто бы ничего и не было». «Версии?» «Остаточный эффект любовного одеколона». «Согласна», вздохнула Вызорглаз и вернулась к бумагам, которыми была занята. Ей было стыдно за события прошлого вечера и она стеснялась смотреть в глаза даже собственному подчиненному. Скоупрейдж присел за тот же стол напротив доктора. «А я вот решил помочь вам с отчетностью по опыту с классической музыкой. Время позднее. Не хочется как-то, чтоб какая-либо пунья коротала ночь в одиночестве и еще захватил для настроения». При помощи магии лаборант запустил оставленную возле лестницы музыкальную шкатулку. Вызоргла с удивлением покосилась на черного единорога. «Скоупрейдж, вы не как приударить за мной решили? Что настигла внезапная ревность к молодому привлекательному сопернику?» «Говорю же, с отчетами помогаю», ответил старший лаборант. «Я ведь знаю, что вы заработаетесь допоздно. Завтра будете невыспавшаяся, сонная и злая, а с вами сонной и злой. Работать вообще невозможно. Так что я спасаю свой приятный четверг от ваших гневных воплей». Везерглаз почти со злобы посмотрела на ухмыляющегося Скоупрейджа. «Ах так? Ну тогда эти все ваши!» Ее магия передвинула самую высокую башенку из бумаг, отградив доктора от собеседника. Скоупрейдж с грустью посмотрел на высящуюся перед ним стопку, а потом с легкой ухмылкой на краише красной гривы начальницы, который мог видеть. То, что раздраженный доктор Везерглаз нравилось ему намного больше, он решил оставить при себе. везерглаз «Даляй» «Безереглаз»